Информационная служба Азербайджанское телевидение продолжает свою работу Прямо в эфире в студии Таралу Руджев Добрый вечер Сегодня президент Ильхам Алиев Принял участников 7 чемпионата Европы По борьбе среди спортсменов До 23 лет проведенного в Болгарии Назвав большим достижением Успешное выступление наших молодых борцов На недавнем чемпионате Европы в Болгарии Где они завоевали 16 медалей Из которых 7 золотых А в командном зачете наша команда удостоилась первого места Глава государства сказал Что стать первыми в Европе В условиях растущей конкуренции И появления на арене сильных спортсменов Это большой успех Поздравив спортсменов, их тренеров И федерацию борьбы Президент Ильхам Алиев сказал Что борьба это наш национальный вид спорта И наши борцы во все времена Достойно представляли Азербайджан На различных соревнованиях У нас много олимпийских чемпионов Чемпионов мира и Европы Традиции борьбы в Азербайджане Достаточно сильны и отрадно, что сейчас Молодое поколение продолжает эти традиции Сказал глава государства Подчеркнув, что мы стали первыми Среди молодежи в Европе На чемпионате с участием 34 стран Выразил надежду, что наши спортсмены И впредь будут достойно представлять свою страну Отметив, что происходящие в последнее время Процессы в федерации борьбы Вызывали беспокойство и чувствовался застой Механизм управления федерацией Астлафы Фактически царил произвол Президент Ильхам Алиев сказал Что это тоже негативно сказалось на результатах Поэтому назрела необходимость смены Руководства федерации борьбы И это произошло Выразил уверенность, что федерация Устранит все недочеты Проанализирует ситуацию Эта работа уже началась И для всех спортсменов будут созданы Соответствующие условия Напомнив, что с избранием президентом Национального олимпийского комитета Поставил задачу создавать условия для спортсменов И ждать от них результатов Глава государства сказал, что эти два основных фактора Составили основу нашего большого успеха Выразил уверенность, что федерация борьбы И министерство спорта Вместе с тренерами предпримут правильные шаги Оценил нынешнюю победу Как первый показатель проделанной работы На встречах со спортивной общественностью Я неоднократно говорил, что спорт Это наша государственная политика И спорт демонстрирует силу каждой страны Сказал президент Ильхам Алиев Добавив, что по рейтингам стран В олимпийских играх видно, что наибольшего успеха Обычно набиваются представители развитых стран Коснувшись необходимости сохранения лидерства И в спортивной сфере Глава государства напомнил об очень хорошем отношении Международных спортивных структур к Азербайджану И как свидетельство этому привел в пример Два мероприятия мирового уровня, проведенные в нашей стране Европейские игры и игры исламской солидарности Остановившись на тесном взаимодействии С международными спортивными организациями Международным олимпийским комитетом Европейскими олимпийскими комитетами И международными федерациями Что способствует правильному проведению в Азербайджане Спортивной политики Президент Иргамалиев отметил, что проведение в стране Спортивных мероприятий должно получить регулярный характер Напомнив о высокой оценке Организованных в Азербайджане крупных состязаний Глава государства сказал, что мы создали все эти условия Чтобы и спортсмены всегда прославляли Наше государство, и чтобы спорт получил Массовый характер Это одна из задач, которую я поставил Перед Министерством молодежи и спорта Новым руководством Обеспечить массовость спорта И использовать существующую инфраструктуру во всех регионах Заявил президент Иргамалиев Подчеркнув необходимость в правильном проведении Отбора талантливых детей И привлечении их в спортивные секции Подчеркнув, что пример наших известных спортсменов Олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы Должен быть стимулом и для молодежи Президент Иргамалиев сказал, что они тоже должны стремиться Быть похожими на наших известных спортсменов В результате удовлетворения, что спортивные общественности Азербайджана и наши спортсмены Подавляющее большинство из них Являются и примером и в жизни И так должно быть Положительно оценивая перспективы спортивной борьбы Глава государства выразил уверенность, что в предстоящие годы Наших успехов на Олимпийских играх Чемпионатах мира будет достаточно много Отметив, что сегодня спортсмены представляют страну победителя Президент Иргамалиев подчеркнул, что Участвуя как независимая сторона в крупных спортивных соревнованиях Мы выступали как страна с оккупированными территориями Должны были доказать и доказывали Что у нас и сила есть, и воля Мастерство и силу, которые мы демонстрировали На международных спортивных аренах Проявятся и на поле боя Глава государства отметил, что спортивный фактор Играет очень большую роль в патриотическом воспитании Народа и молодежи, подчеркнул, что Именно эти патриотические чувства, любовь Преданность к родине сыграли главную роль В отечественной войне, добавив, что У нас есть сильная армия, техника, оружие, боеприпасы Но именно самоотверженность Преданность воинов родине Обусловили нашу победу На протяжении почти 30 лет мы выступали На международных аренах как спортивных, так и политических Как побежденная страна, сказал президент Иргамалиев Подчеркнув, что мы должны знать И говорить правду такой, какой она есть Глава государства отметил причины этого поражения Предательство тогдашней антинациональной власти Отсутствие армии, помощь Армении со стороны иностранных государств Те факторы, которые обусловили поражение Но истина была в том, что наши земли были оккупированы И мы должны были доказать, что любой ценой освободим наши земли от захватчиков И мы сделали это, заявил президент Иргамалиев Подчеркнув, что достигнутые успехи В том числе в спортивной сфере Поднятие нашего флага, исполнение гимна Еще больше укрепляли чувство патриотизма Показывая каждому из нас Если на спортивных соревнованиях Можем побеждать представляющих вражескую сторону спортсменов То обязательно одержим победу И на поле боя Подчеркнув, что сегодня они представляют уже другой Азербайджан Являются представителями победоносного народа Глава государства выразил уверенность Что выходя на арену, в их сердцах Должны быть эти чувства Сегодня не только граждане Азербайджана Но и азербайджанцы всего мира Чувствуют себя уверенно в странах, где они проживают С гордостью рассказывают правду об Азербайджане О второй Карабахской войне, сказал президент Ильхам Алиев Подчеркнув, что старшие тренеры, спортивные специалисты Видят, насколько изменилось отношение к Азербайджану Потому что мы представляем страну победителя Победоносный народ Глава государства сказал, что мы вели войну достойно По всем законам войны Не воевали против гражданского населения Не бомбили дома, не известствовали Однако в сердцах нашего народа Всегда было чувство мести, подчеркнул президент Ильхам Алиев Потому что армяне совершили геноцид против нас Проводилась политика этнической чистки И должно было быть чувство мести Но я сказал, что мы отомстим врагу на поле боя Заявил глава государства и подчеркнул Что весь мир, все военные специалисты Неоднократно отмечали, что Азербайджан Вел эту войну с большим профессионализмом, мастерством Добился желаемого в короткие сроки Достойно вел войну, соблюдая все ее законы Именно поэтому потери среди гражданского населения На стороне противника составили менее 30 человек Это потому, что эти гражданские лица Были вовлечены в боевые действия Подчеркнув, что во многих уголках мира шли Сейчас идут и, к сожалению, еще будут идти войны Глава государства сказал, что если обратить внимание на эти войны То он считает, что и азербайджанский народ И вся мировая общественность Увидят величие азербайджанского народа И ответственность руководства Азербайджана Отметив, что это дополнительный стимул для наших спортсменов Потому что мы представляем достойный народ И страну, заслуживающую большого уважения Президент Архам Алиев подчеркнул, что Спортсмены и поколения, которые придут после них Всегда будут представлять победоносную страну Потому что наша победа вечно Мы народ, освободивший Карабах от врага Народ, создавший жизнь на этих землях Сказал глава государства Президент Архам Алиев также заявил о необходимости Создания спортивной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях Отметив, что соответствующие спортивные объекты Предусмотрены в геймпланах всех городов на освобожденных землях Федерации, Министерства молодежи и спорта Уже должны представить проекты Потому что геймпланы городов предусматривают Размещение спортивных объектов Подчеркнул глава государства Главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Намик Абдуллаев, поблагодарив за встречу Отметил, что они всегда чувствуют внимание и заботу главы государства о спорте Он проинформировал о завоеванных наградах Подчеркнув, что в командном зачете наши спортсмены впервые стали чемпионами Европы И это в истории вольной борьбы Азербайджана рекордный результат Главный тренер также отметил, что в ноябре текущего года В Азербайджане пройдет Кубок мира по греко-римской борьбе Подчеркнув, что наших спортсменов впереди ждут более масштабные соревнования Намик Абдуллаев сказал, что эта встреча для них будет большим стимулом И спортсмены приложат все силы, чтобы обрадовать главы государства и наш народ Президент Федерации борьбы Микейл Джабаров подчеркнул, что ценные рекомендации главы государства В связи с проводимыми работами Федерации борьбы являются для них основой Обещаем, что все наши спортсмены и тренеры сделают все возможное, чтобы достойно представлять наш флаг в будущем И мы окажем необходимую поддержку, заявил Микейл Джабаров В общей сложности 10 миллиардов кубометров природного газа из Азербайджана Отправлено в Европу под трансадриотическому трубопроводу С данной в эксплуатацию в декабре 2020 года ТАП до сих пор обеспечил бесперебойный поток Азербайджанского природного газа на европейский рынок в возрастающих объемах Поставка 10 миллиардов кубометров природного газа на континент чуть более чем за год Показывает, что ТАП успешно выполняет свои миссии Политика Азербайджана по директификации источников, маршрутов и рынков приносит свои плоды Сегодня посредством ТАП ежедневно в Европу транспортируется более 28 миллионов кубометров газа Таким образом, увеличивая свой вклад в энергообеспечение европейских потребителей ТАП также усиливает интеграцию Азербайджана в газовый рынок Старого Света Напомним, что ТАП является частью южного газового коридора протяженностью в 3,5 тысячи километров По которому газ в месторождении Шахданист-2 в азербайджанском секторе Каспия Транспортируется в Турцию, а оттуда в Европу Перспективы увеличения пропускной способности газопровода ТАП протяженностью 878 километров до 20 миллиардов кубометров Открывает возможности для расширения экспортных рынков азербайджанского природного газа в Европе на следующем этапе Делегация Национального центра по разминированию Турции находится с визитом в нашей стране В ходе встречи, прошедшие в агентстве по разминированию, стороны обсудили будущее сотрудничества И обменялись опытом о деятельности, проводимой обеими организациями в рамках программы Просвещение по угрозе взрывчатых боеприпасов Также состоялся обмен мнениями о проведении тренинга нетехнических исследований Совершенствование управления информацией и использовании географических информационных систем Подчеркиваюсь важность координации агентств крупномасштабных операций по разминированию в Азербайджане Отметим, что в ближайшее время предусмотрено подписание между сторонами меморандума О взаимопонимании для расширения сотрудничества с Турцией в сфере гуманитарной деятельности по разминированию Продолжаем наш выпуск. Война в Украине продолжается. Самая тяжелая ситуация сейчас в Мариуполе и Чернигове По самым последним данным в результате бомбежек город Мариуполь разрушен на 80-90% Нет ни одного здания без повреждений. Либо разрушено, либо повреждено Сказал в интервью изданию Forbes заместитель мэрия Мариуполя Сергей Орлов По его словам число погибших в результате войны в городе превысило 2300 человек Многие еще находятся под завалами, потому не исключено, что число погибших может быть выше Чернигов также находится на грани гуманитарной катастрофы В городе, можно сказать, разрушены почти все объекты инфраструктуры Отключены отопление, вода и электричество Практически не осталось продуктов, питания и медикаментов В городе за минувшие сутки 53 мирных жителя стали жертвами нападения Тем временем президент Украины Владимир Зеленский вслед за Конгрессом США выступил из видеообращения к Бундестагу Германии Своим выступлением обвинил Запад нерешительности В центре Европы возводится новая стена В отличие от Берлина, эта стена находится между свободой и неволей С каждой новой сброшенной Россией бомбой эта стена с каждым разом поднимается Однако сомнение Запада в вопросе вступления Украины в Европейский Союз и НАТО является дополнительным камешком для строительства этой стены Официальная Москва заявила, что не примет требования Международного суда в ГАГе о пристановлении военных операций в Украине Нет, мы не можем принять это решение во внимание У Международного суда есть такое понятие – согласие сторон Здесь же никакого согласия быть не может Это такой случай, который не может быть принят во внимание Отметил спикер Кремля Дмитрий Песков В Центре протезно-ортопедического производства и реабилитации Государственного агентства медика социальной экспертизы и реабилитации Еще 8 газей обеспечены высокотехнологическими протезами В целом с декабря 2020 года по сегодняшний день 270 инвалидной войны предоставлено 285 высокотехнологичных протезов Протезы типа «Гениум» отличаются активностью и функциональностью Позволяют свободно и уверенно передвигаться без вспомогательных средств Более полно и точно регулировать движение Из 270 – 188 участники Отечественной войны Остальные – Первой Карабахской войны 82 лица было ранено вперед до Отечественной войны Им была проведена операция по ампутации Государственная противопожарная служба МЧС Обнаружила большое количество угольных цехов Незаконно работающих в лесах и прилегающих к лесным массивам участков Для принятия необходимых мер против таких случаев Направлены письма в соответствующие структуры В том числе в учреждения лесного хозяйства Наряду с этим на служебном участке в Кахском районе Был проведен мониторинг И в кустальниках недалеко от лесного массива Были обнаружены новые незаконно действующие угольные цеха Во время мониторинга были обнаружены факты Что на участках, принадлежащих жителям села Шотовар Кахского района Занимались заготовкой угля путем сжигания дров В металлических резервуарах, изготовленных кустарным способом В отношении 16 жителей села Были составлены административные протоколы И направлены обращения в соответствующие структуры Сегодня в Баку состоялась встреча С участием руководителей учреждений работодателей Осуществляющих деятельность в строительной сфере Студентов профтехучилищ и инженерно-педагогического состава Репортаж нашего корреспондента Рауфа Мамедова На мероприятии, организованном Бакинским государственным центром Профессионального образования по строительству и монтажу Приняли участие студенты, представители работодателей И государственного агентства по профессиональному образованию На мероприятии представители центра и работодатели Обменялись мнениями Обсудили дальнейшие шаги по развитию профессионального образования А также этап подготовки выпускников по прохождению практики Выступившие подчеркнули необходимость укрепления государственно-частного партнерства для удовлетворения потребностей рынка труда в связи с проводимыми в нашей стране строительными работами. Новые проекты, чтобы мы в дальнейшем все профессии развивали свою карьеру, свой профиль и учились в хорошем месте, дали нашим хорошим образованием по практике, по всем. Для нас присутствие таких компаний – большая возможность после окончания учебного года получить работу. Представители 14 компаний, подписавших меморандум о сотрудничестве с центром, выразили заинтересованность в подготовке студентов как квалифицированных кадров. Нашими будущими достижениями будут повышение интереса учащихся в общеобразовательных школах к специальностям в области строительства и монтажа, организации профессиональной работы в этом направлении, а также обеспечении занятости молодежи. До внимания участников была также доведена важная роль частного сектора в формировании конкурентоспособного человеческого капитала для обеспечения экономического роста и занятости в нашей стране. Рауф Мамедов, Эльшат Гейдаров, Новости АСТВ. Главное управление дорожной полиции обратилось к водителям и пассажирам по случаю праздника Новрус. В связи с продолжительными праздничными днями, городские жители выезжают в различные регионы страны, а жители региона приезжают в столицу, что в значительной степени повышает интенсивность движений на дорогах. Поспешность некоторых водителей, неверная оценка погодных условий, превышение скоростного режима увеличивает вероятность аварий. Принимая все это во внимание, будет усилен контроль на улицах и дорогах. Участникам движения, в особенности водителям, рекомендуется быть внимательными на дорогах. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Мы следим за родителями событий, а эфир азербайджанского телевидения продолжает очередной выпуск программы «Беля-Беля и Шляр». Не пропустите. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова